Дневник за 17 июля. Ну, про то, что Трампа ранили, я, наверное, не обсуждаю. Я не знаю, что такое. Возможно, предвыборная реклама, потому что в Америке странные способы рекламы. Надо посмотреть, Трамп победит или нет. Вообще, у меня no comments по этому поводу. Закончилась по хроникам испанская война. К тому, что всё это сравнительно недавно, вообще говоря, было, современный демотиватор испанский, что тут написано, типа, «Мои дедушки, твои дедушки воевали за что, блядь? За мировую анархию? И хули сейчас вот такое вот говно творится? Надо дальше воевать!» Ну, то есть, деды воевали за анархизм. Вот испанский демотиватор. Ну, это к тому, что всё это было недавно, вообще говоря, это же 30-е годы. Когда при Франко они возвращались, конец 70-х, то всего-то там 40 лет прошло, это, в принципе, жизнь одного человека. Примерно те же партии, и они восстановились в Испании уже конец 70-х, начало 80-х, как только разрешили. То есть, никуда они там, в общем, и не делись. Спрашивали про расписание канала. В принципе, я уже рассказывал, но тут, видимо, новых много подошло. То есть, уже тут несколько человек спросило по поводу, в какой день что там идёт. Вот ещё раз повторяю, в какой день что идёт. Тут просто удваивается каждый год примерно люди на канале. То есть, было, допустим, в прошлом году 7000, а в этом 14 и так далее. Вот. Значит, какое тут расписание? Вот истории идёт воскресенье, вторник и пятница. Вот история. Но во второй половине месяца вместо истории химия. То есть, примерно так числа так с 20-го, а в этом месяце, наверное, вот и скоро. Вместо истории химии. То есть, по вот этим историческим дням идёт химия. Дальше. Вот регионы, вообще-то, по понедельникам всегда были. И тогда же, то есть, сейчас Азбекистан, то есть, страны и регионы, да, были по понедельникам. Ну, и тогда же я обычно фильмы ставил, но сейчас, поскольку я всё равно фильмов достаточно много смотрю летом, то сейчас я фильмы просто хаотически ставлю, когда просмотрю, тогда я даю обзоры фильмов. А в понедельник я просто пустил, как бы, регионы и плюс всё, что не успеваю, да. В понедельник склад получился, в принципе. Ну, вообще, у меня что-то планы превышены на лето, как я убедился. Слишком много я понаписал, что надо летом сделать, какие лекции. И вообще не успеваю, на самом деле. Ну, вот, поэтому, может быть, планы сокращу и на следующее лето так много писать не буду. Ну, вот получилось, что в понедельник ещё складываю. Биология, среда и суббота. Вот сегодня, допустим, среда, сейчас ещё уже кончается, да, и вот биология по этому. Биология скоро закончу. Остались там, в принципе, вот однодольные вообще скоро кончатся. Потом фитотерапия будет, потом будут млекопитающие, потом будет экология. Где-то в начале того года уже вместо биологии будет медицина по этим дням. То есть, там анатомия человека и все медицинские дисциплины тоже все будут. Вот. И вот четверг, лингвистика. Поскольку языки-то все уже рассказал и общую лингвистику рассказал. Сейчас там будет мат-лингвистика, компьютерная лингвистика. И всякие связанные с лингвистикой дисциплины по типу логика, риторика и так далее. Но на самом деле прикладной лингвистики тоже много всякой. И поэтому по четвергам лингвистика надолго. Ну вот, вот общая схема, примерно, которой я придерживаюсь. Планы у меня расписаны до февраля, в принципе. Но планы, естественно, гибкие. То есть, летом я что-то часто не успеваю, перекладываю там на соседний день. То есть, эта схема нечётко соблюдается. Потом ещё будет работа с сентября, да. Там в зависимости ещё от занясти на работе я могу перекладывать туда-сюда. Плюс дополнительные курсы есть. А вот если наоборот, значит, я всё успеваю. Потому что, ну там и лекции-то разные. Некоторые пять минут, некоторые по часу идут, да. Вот если наоборот успеваю, тогда идут дополнительные курсы. И в данном случае сейчас это идёт китайский и диетология. То есть, диетология, это если я вот успел, допустим, в июне её довольно много было. Тогда я её уже вставляю, и китайский на бусте идёт. Вот так вот. На юридическом сайте тут новости поступили, что Госдума занимается подготовкой законопроекта про серые сим-карты. То есть, ну, для контроля за телеграммом в основном. Но в том числе он включает санкции против блогеров, которые не регистрируются. Вот. Значит, обязать авторов канала, в которых свыше тысячи подписчиков, передавать сведения о себе в Роскомнадзор и оказавшимся административной ответственности. Честно говоря, там прошёл по ссылкам, особенно такого не заметил. Я не знаю, где вот это обсуждается. И не нашёл самого нормативного акта там. Ну, то есть, нашёл, но там про другое. Там именно за контроль над сим-картами. Однако, вот тут довольно долго, значит, обсуждать, что такой нормы нужно ввести на этом сайте. Ну, в основном, естественно, говорят, что против мошенников, но будут контролировать и инакомыслие. Ну, естественно, у нас тут ДНР. Анонимные каналы распространяют ложную информацию, внося раздор в общество. А кто у нас будет контролировать, где у нас правильные мысли, а где у нас инакомыслие? Деятели ДНР нам будут рассказывать, как нам мыслить. Вот. Написано, значит, анонимные каналы на Телеграме, удачно маскируются под патриотические, но на самом деле продвигают инакомыслие. Значит, у нас инакомыслие само по себе преступно, по мнению автора этой публикации. Ну, в общем, не принято ещё. Это скорее, вот я так говорю, слухи. Я сходил прямо на сайт Госдумы, это нормы, я там не нашёл по поводу тысячи подписчиков. Прям дословно так вот. Но вот обсуждаются. Это уж точно. Да, читал книжку про процесс Бухарина. Вот тут различные подробности, допустим, организации украинских, не этих, узбекских националистов, короче. Рыковым. Но тут, по всей видимости, просочились подлинные взгляды Рыкова. То есть, вот, допустим, Рыков охритизовал положение СССР критическим в связи с коллективизацией, в связи с недовольством, как он говорил, крестьянства, и в связи со всей той безумной, по его словам, линией, которую проводит жизнь сталинское руководство. Он говорил, что если пойдёт так, то это неминуемо приведёт к краху. Мы правы и боремся за то, чтобы изменить эту линию. Но изменить линию возможно только в случае прихода к власти. Ну, то есть, скорее всего, вот эта речь Рыкова узбекским националистам, скорее всего, отражает подлинные взгляды Рыкова. Ну, а потом, конечно, такое всё. Обычное сталинское враньё получилось. Вот. Это и дальше, значит, узбекский националист. И тут вот эти попытки свалить, короче, проблемы, которые устроил Сталин, на оппозицию. Вот, значит, узбекский националист рассказывает на процессе Бухарина. Политика партии – это исправление перегибов, это передача приусадебных участков колхозникам, премии и надбавки за выполнение плана. Вот. А вредители, они, наоборот, значит, вредили, и чтобы ничего этого не было, проводили провокационную работу. А вот эта политика партии, так сказать, по поддержке колхозников, она им мешала. То есть, вот суть этого выступления, что, оказывается, у нас не Сталин всех загнал в колхозы, да, и всех прессовал, а Сталин, наоборот, давал приусадебные участки, исправлял перегибы, а вот этими всеми перегибами занималась как раз правая позиция. То есть, реальная позиция, правая позиция – это чтобы не было вообще принудительной коллективизации. Вот только что Рыкова цитировали, да. И, оказывается, они и делали принудительную коллективизацию. То есть, логика у Сталина вообще абсурдна. Он обвиняет своих противников в том, что противоположны их реальной позиции. Аналогично Троцкий, он последовательный левый коммунист, а его обвиняли в фашизме. В данном случае Рыкова и Бухаринова, которые против коллективизации, обвиняли, наоборот, что они организовали перегибы в коллективизацию. В общем, бред полный. Ну и вот про деньги там Кристинского, что там, 2 миллиона золотых марок от германской разведки Троцкийсты получили. А где деньги-то? Ничего не обнаружено. Там рассказываются такие феерические вещи о том, как они миллионы получали от немцев. А где они? Никаких доказательств, кроме признания подсудимых, на этом процессе нет, как известно. И там прочие всякие. А где вот это, что они распоряжались, допустим, угнетать там колхозников? Какие конкретные распоряжения имеются в виду? Все очень так вот абстрактно. Где там доказательства, что они гвозди в подсолнечное масло закладывали? Нету. Скоро будет Скиннер по обзорам этих персоналей, да? Скиннер это научная психология, поэтому читаю дополнительно книжку Скиннера по ту сторону свободы и достоинства. Ну вот он бихевиористский подход излагает, который хорошо, в принципе, согласуется с социализмом. То есть надо не обвинять человека в чем-то, а менять условия, в которых он живет. Вот Скиннер говорит, что научный анализ переносит и заслугу, и вину на окружающую среду. И поэтому традиционные практики вообще все не работают. Именно поэтому сторонники традиционных практик сопротивляются научной психологии. О чем тут речь? Сама идея какого-то господина, вот, которая продвигается аграрными религиями, там, по типу Бога и так далее. Сама идея господина, перед которым может быть какая-то вина, это уже угнетение. К тому же она полностью абсурдна. О чем говорит научная психология? Вины никакой нет. Мы действуем в результате каких-то причин и следствий, в результате каких-то внешних условий. То есть вот мы такие, потому что мы так сформировались, у нас такая биология, мы в таком обществе жили и так далее. Значит, нужно изучать условия, а не обвинять человека. Вот принципиально, как только начинает обвинять, это уже посягательство на свободу. Детерминистский подход освобождает полностью от вины. Так же и от заслуги. То есть никто ни в чем не виноват, это однозначно. Что, кстати, соответствует и подлинному христианству, потому что все мы знаем, что Христос там сказал женщине, я тебя ни в чем не обвиняю. То есть правильное нравственное позиции ни в чем не обвинять. А если сочиняют какого-то господина и вину перед ним, это уже и аморально, и это уже попытка поработить. То есть сама идея существования какого-то там демиурга, который якобы всем распоряжается. Дальше он говорит о технологиях. То есть а как решать проблемы, раз демиурга нет, как мы решаем проблемы? С помощью различных технологий. И вот на пути технологий действительно за последние 300 лет, когда идет социальная революция, научно-техническая революция, большие успехи достигнуты. Он говорит о том, что необходима также технология поведения. То есть уже физические и биологические технологии есть. Необходимо сделать психологию как науку о технологии, а не науку о каких-то мифических сущностях по типу личность, характер и так далее. А психология продолжает обсуждать какие-то метафизические вещи, которых нет. Нет личности, нет характера и так далее. Есть просто какие-то взаимосвязанные элементы потока сознания. В этом плане подход у научной психологии буддистки единственное, что буддисты занимались интроспекцией, то есть они просто сами себя наблюдали. А современная научная психология, она также использует экспериментальные методы. Но принципиально так же мыслится, что происходит. Есть просто поток сознания, в котором причинно-следственно связаны какие-то элементы потока сознания, и связаны они также с различным внешним воздействием. То есть под воздействием какой-то окружающей среды происходят реакции, и они между собой связаны. Естественно, реакции также связаны с опытом, который накоплен. Никакой личности или тем более ее ответственности нет и быть не может. Поэтому, чтобы нам изменить, улучшить состояние психологического человека, нам нужно разработать технологии и все. В демиургии, в покаянии перед ним мы не нуждаемся, и более того, это само по себе опасная идея рабства. Демиург – это идея рабства. Ну и идея рабства также, идея личности, вот эта вся советская возня, выгодские и прочие, тоже все это рабство. Личности нет, это просто идея порабощения тебя, какой-то ответственности перед обществом, которой у тебя нет и быть не нужно. Наоборот, общество перед тобой виноват. Так как причины внешние, если у нас и были какие-то проблемы, если мы и делали что-то плохое, то общество виновата даже за то, что мы что-то плохое делаем, потому что общество нас неправильно сформировало. То есть вина в любом случае на внешних только объектах. А выводы какие? Нужна технология, которая преобразует нас и внешний объект. То есть отсюда стать технократия. Государство не нужно, а нужно технологии. Это хорошо очень сочетается вообще с социализмом, с вебленом, с технократическими идеями. Все абсолютно хорошо. В научном мировоззрении все хорошо подходит одно к другому, а в религиозном никогда не подходит. Именно поэтому они себя агрессивно ведут, истерично кричат и так далее. Также он говорит, что аверсивный контроль... Дальше он переходит к проблеме свободы. Значит, вообще-то книжка про свободу. Но я ее где-то до третьей дочитал. В следующих новостях, видимо, будет еще по скинеру. Он говорит, что в принципе аверсивный контроль возможен, но также возможен и контроль позитивный. Значит, что такое аверсивный контроль? Это когда у человека вызывают негативные эмоции, плохие эмоции, да, с целью его контролировать. То есть, допустим, аверсивный контроль – это любое обвинение в чем бы то ни было. Это попытка, что у человека будут негативные эмоции, вызвать у человека негативные эмоции. И таким образом его контролировать. Что человек будет опасаться твоих обвинений и изменит свое поведение. Вот это посягательство на свободу человека. Прямое хамство, то есть, прямое оскорбление – это еще больше. Это форма аверсивного контроля. Вот, кстати, поэтому я на канале баню вообще всех, кто там хейт всякий тут разгоняет, оскорбляет, как-то меня оценивает негативно. Это форма контроля, это посягательство на мою свободу. Это он пытается меня подчинить путем создания у меня негативных эмоций. И сам я тоже этим не занимаюсь, и Христос запрещает это делать. Не судите, не судимы будете. То есть, аверсивный контроль, любая попытка вызвать негативные эмоции с целью изменения поведения человека – это вообще насилие. Это преступление само по себе. Но, кстати, в христианстве, опять же, в Нагорной проповеди оскорбление приравнивается к убийству. То есть, вот если лично кого-то оскорбляешь, все равно, что ты его убил. Христос говорит в Нагорной проповеди. Совершенно верно. То есть, аверсивный контроль – это форма убийства. Потому что ты человека пытаешься превратить в вещь. О чем говорит Скиннер, который уже живет в 20 веке достаточно хитро выебанным? Он говорит о том, что есть и позитивный контроль. Допустим, реклама. Или вот он из Жан-Жака Руссо цитирует, что нет подчинения более полного, чем то, которое сохраняет видимость свободы. То есть, человек думает, что он сам принимает решение, допустим, купить тот или иной товар. Но на самом деле реклама вызывает, наоборот, положительные эмоции. И тем самым тоже контролирует. То есть, аверсивный контроль – это традиционное общество, где всех обвиняли, всех ругали, всех пинали, и вот таким образом вся эта машина двигалась. А в капиталистическом обществе также позитивный контроль есть. То есть, предлагают некие такие ценности, предлагают некий такой идеал потребления, что вот купив то и то, ты станешь счастлив. Но это все равно форма контроля тоже. То есть, реклама – форма контроля тоже. Ну вот, дальше он говорит о том, почему человек за свободу борется. И это не связано с наличием у человека какой-либо воли, так как воли вообще у человека нет. А это определенные поведенческие процессы. То есть, и главное, почему человек борется за свободу, что он пытался преодолеть аверсивные особенности среды. То есть, даже тут проблема не в том, что аверсивный контроль человека за человеком, а и биология тоже. Физические и биологические технологии преодолевают аверсивные стимулы среды физической и биологической. Но, допустим, человек хочет есть. Это же все равно контроль среды, потому что у тебя негативные эмоции, ты хочешь есть голод, да? Ты меняешь свое поведение, ты начинаешь искать еду. Это все равно против твоей свободы. Поэтому, пытаясь избегнуть аверсивного контроля со стороны физики и биологии, человек разрабатывал технологии, допустим, чтобы еда всегда была в холодильнике, чтобы бегать не надо было за едой. Это тоже прорыв к свободе. Поэтому технологии физические, они тоже дают свободу. Вот что даст свободу наука и технологии, а не демиург, придуманный попами. Демиург же дает только рабство, а технологии дают свободу. Вот логика. Дальше он говорит о литературе свободы, то есть, была определенная традиция сформированная, большая часть начиная с 18 века, ну, кое-какая была и до того, которая всячески против власти выступала. Так вот, власть, она не только политическая, она власть всего. То есть, власть любых аверсивных символов рассматривается как то, что против свободы. То есть, нужно убежать, ослабить, либо уничтожить власть любых аверсивных стимулов. Вот. Но, тем не менее, он говорит, что тут ряд ошибок были. Или, допустим, ну, лучше, короче, не освободить от любого контроля, потому что контроль среды всегда есть, влияние среды всегда есть. А нужно проанализировать, изменить виды контроля всевозможные. И как-то вот, то, что мы все равно неизбежно, допустим, там, живем в обществе, неизбежно имеем тело, которое биологически контролируется стимулами. Это, как бы, преодолеть нельзя, говорит Скиннер. Но нужно это использовать. То есть, нужно проанализировать все эти виды контроля и пытаться что-то улучшить технологически. Вот. Но, также, он тут против государства и религии совершенно верно выступает с психологической позиции. Значит, наказание. Ну, вот, кстати, да, он говорит, что наказание и аверсивный контроль это разные. Значит, аверсивный контроль это когда людей побуждают себя вести определенным образом. Ну, типичный аверсивный контроль, не знаю, допустим, женщины любят в семье, там, начинает мужик говорить, да ты там неудачник, у тебя ничего не получается, это что она пытается? Побудить его, чтобы он что-то делал, так сказать, допустим, деньги зарабатывал, то, что нужно женщине. Да, это аверсивный контроль, потому что она его побуждает что-то делать, идти деньги зарабатывать. А наказание, это наоборот, это когда не вести себя определенным образом. Наказание это, например, кто-то украл, его потом за это наказывают, чтобы не воровал. Поэтому методы насилия различаются. Аверсивный контроль это метод насилия, и наказание тоже метод насилия, но просто они по последствиям отличаются. Ну и вот он говорит, что в принципе государство определяется в терминах карательной власти, то есть государство воспринимается именно как то, что дает наказание, а религии также обещают еще и вечное наказание. Поэтому в данном случае демиологическая религия полностью связана с государством, государство связано с угнетением, и все это вот цепочка, которая воспроизводит зло, то есть воспроизводит контроль над человеком, а человек на самом деле контроль не любит, постоянно против него бунтует, и поэтому никогда они с человеком не справятся с такими методами, уже потому что они вызывают негативные эмоции. Вот зэки в тюрьме сидят и ненавидят за то, что их в тюрьму посадили государство, да? То есть аверсивный контроль вызывает негативные эмоции и вызывает ненависть к тому, кто его применяет рано или поздно. Вот баба, допустим, мужика пилит, а он ее ненавидит, он ее там может бросить, или он там с ней начинает ругаться, вот они живут, ругаются. Вот так же и мы живем с государством, и с демиологической религией, и мы неизбежно будем их ненавидеть за то, что они у нас вызвали негативные эмоции. Вот за то, что эти папы нас в чем-то обвиняли, все равно мы их будем ненавидеть, и власти их все равно внутренне не подчинимся. Это все вызывает только конфликт, и не нужно. А что нужно? Нужны технологии, которые это все преодолеют, преодолеют любой контроль, сделают человека свободным. Ну и продолжение книги Скиннера в следующих каких-то клипах, вот этих дневниковых, еще будет.